здравствуйте друзья на телеканале спорт продолжается большой футбольный вечер и мы приглашаем вас посмотреть еще один матч кубку уэфа от на 16 финала первая встреча добро пожаловать в германию добро пожаловать в вердер точнее добро пожаловать в бремен на сегодня бремен это вердер посмотрите что творится на везерштадене одним одному из самых красивых стадионов не только германии но и всей европы в гости к вердеру приехал милан клуб который практически все называют главным фаворитом этого розыгрыша кубку уэфа и может быть поэтому такое задумчиво выражение лица у томаса шафа главного тренера немецкого клуба клуба который в этом сезоне бонус лиги играет не очень удачно текущее не очень высокое 10 место 27 очков 20 встречах набрали бременцы на 13 меньше чем у лидера у берлинской герты и это всего лишь 12 очков больше чем у последнего 18 место которое принадлежит ментгландовской баруси и в последнем туре в родных стенах здесь на этом стадионе вердер сыграл в ничью с этой самой баруси один-один упустив победу после того как открыл счет за счет мяча писара судейская бригада дает свисток к началу встречи англичанин а майкл лес лидин его помощники лайнсмут дэвид ричардсон и джерми симпсон и сейчас состава команд начиная с футболистов милана не в своей традиционной форме черно-красной футболки русонер и белые трусы в воротах дидо под первым номером христиан объятия блистательно отыгравший в последнем туре против интера в миланском дерби получил право на отдых равно как и мальдине равна как и бэкфом равна как и генкуловские основные игроки безусловно сегодняшнего милана в защите справа налево 15 дзамброта 24 сендерос 25 бонеро 19 фавале на флангах справа 84 фламини слева рональдини номер 83 центральных объекта пирло 21 капитан амбразине 23 десятый зейдов и инзаги под девятым номером в атаке пато нет на поле нет на поле как а так что такой полусмешный состав у карла анчелоте опасный момент если чего схватиться за голову вердер мог забить буквально в первой же атаке не столько выручил гида сколько повезло сейчас что пробили прямо в него смотрим повтор этого эпизода 10 номер дьего штатный исполнитель стандартов подал аккурат в голову партнеру и потом с близкого расстояния кто это бил по моему цоль 16 номер не попал да действительно он один из новичков вердера футболист который пришел зимой во время дозаявочной кампании состав хозяев у немцев в воротах визы по первым номером два центральных защитника мертель сакер номер двадцать девятый и четвертый налдо справа восьмой фрид слева 2 центральных объект шестой капитан команды бауман и десятый дьего слева играет по защите изел у него номер одиннадцатый справа циоли 16 и в атаке писару двадцать четвертый и угол альмейда двадцать третий стартовал кубок уэфа возобновились матчи этого евро кубка в нынешнем году после небольшой зимней паузы еще один момент поворот дидо милан и когда играет в основном составе если говорить о линии обороны испытывает большие сложности время от времени в центре своей защиты но сейчас таком экспериментом составе конечно же не мудрено что подобные проблемы возникают карлан челоти тем не менее поставил на игру смешанный состав может быть для того чтобы смотреть теле резервистов может каким-то еще причинам и карлан челоти несмотря на то что во всеуслышание заявил скудетта в этом году мы не завоюем все уже ясно тем не менее в альтернативном турнире который возможно остается приоритетом для милана на сегодняшний день риск отбор мяча хороший контратака трое против двоих запутались немножко футболиста вердера тем менее удар поворотом в белый свет в копеечку уголь мейда разочаровал сейчас томаса шафа вне всяких сомнений хорошая атака была и представляете как аккуратно писарова водил соперника а уводил соперника вводил партнера на удар пирло поступил на мяч ветеран милана не удалось быстро обработать поэтому передача через защитника в касание тремятся немножко поиграть футболисты из италии рональдини потерялся рональдини в последнее время изи дору заняв место стартовом составе вместе с кака и пата образовал такой треугольник единый монолитный целостный что играю сейчас на день не так часто великолепная атака просто великолепная как вывели партнера на удар мотив фламине получился француз из глубины поля и как зрелищно сыграл виза в этой ситуации в этой сборной германии на карандаш гусу хилю красивый эпизод никто не сфальшировал в нем из участников думаю болельщики тоже неожиданный показ не успел видимо режиссер переключиться на ту камеру которая дала бы нам больший панорамный вид на посмотрите как сейчас держал мертезаги рамбразини а передача пошла на инзаги и вторую удар головой в этом матче сейчас фламине из глубины поля передачи на инзаги третий удар головой не проходит а вот низом забивает филипп инзаги король штрафной площадки так было так есть и так может быть год 1 0 на 3 6 минуте милан воспользовался ошибкой соперника в очередной раз как мне кажется визы напортачил в игре на выходе томас шау больно на него еще смотреть что видимо не быть встречи зеленых в рамках 1 восьмой финала футболист этого клуба тоже зал зеленый посмотрите как выскочили налда застрял там не спеша бразилиц шагом возвращался назад свою штрафную площадку потому что казалось что эпизод исчерпана такая ошибка поперек своего поля своей половины поля отдавал передачу футболист вердера по моему был от амертезагер фламиней выскочил на перехват выскочил здорово и посаду просто голевое и потом как двухцентральной защитник собрался в этом моменте большой мастер что что не получилось головой ногой получилось у него с первой попытки 1 0 и как тут же ускорился пипа лица потихонечку первый тайм перерыва 39 минута атака вердера уже через правый фланг позиционное нападение давно бременцы находится подачи штрафную площадку писара грудью скидка на диего удар схода с камерами говорится уже не в первый раз оператор который на этой камере центральной ведущей работает никак не до развернет свои рабочие инструменты мы с вами увидеть куда идет мяч не может на повторе заметно что дидо в правом нижнем от себя в углу так подстраиваешь из достаточно тяжело под мяч его забирает попали в положение вне игры майкл дин главный арбитра встречи и два лайнсмена дэвид ричерсон и джереми сипсон очень спокойно очень достойно уверенно контролирует происходящее показывает нам снова бэком и сидящего на скамейке запасной сидит такой позе что видно не терпится на бой хочется нам хочется увидеть его на поле тоже фриц очередной раз включился вот так он заработал угловой уже четвертый в этом матче для вердера три было у милана диего побежал исполнять освоился дидо хотя поначалу было очень просто нехватка игровой практики сказывается безусловно не во всех эпизодах играл уверенно бразильский окипер мертезагер против абразилия налда против сандероса видите сами какое преимущество в росте у центральных защитников вердера аккуратная подача заброс зейдорф мяч выбивает вердер опять борьбу навязывает на чужой половине поля и штрафной очень сложно оброняться когда мяч отскакивает от газона и поднимается вверх обработать его в такой ситуации задача не из легких посмотрите фриц как выиграл позицию и потом поймал фламинина этот прием в первом тайме вердер поворотом со штрафных не бил только разыгрывал навешивал сейчас зона в принципе убой да и вот нет такой ситуации у милана чтобы со штрафного проверить виза портале который на выходе в этом матче играет крайне неудачно налда кстати приличнейший удар но бразильцы ни разу еще в этом матче не пробил угол мейда готовится исполнится тоже со штрафных забивает редко но вообще в принципе редко забивает что сейчас ох как опасно было такое ощущение что то ли не включился дидо в этот момент то ли ступор какой-то случился с галкибер но посмотрите а хотя нет может быть такое чувство ворота бразильского роталя что понимал что мяч мимо идет контролировал с этого повтора кажется что да когда первоначально мы смотрели эпизод казалось что именно в этой паре с эндетян олимпиакос найдется соперник победителю вот это опыта встань между вердер и миланом дальний удар опасные браво деда и как мечты нырнул прямо перед ним выручил галкибер напомнил себя прежнего как убрал диего на дриблинга соперника и удар какой тяжеленной мяч как нырял перед вратарем а просто фантастика еще отскок был от газона из макс опасно ох какой момент а и развод руками налда не понимает удар был в исполнении угольмей для ли скидка не понимает это мне кажется и томас шаф и вы знаете что интересно угольмей до перерыва совершенно незаметен был а сейчас большими силами атакует вердер команда раскрылась понимаю что терять уже нечего выиграть в милане если ты проиграл дома шансы на это не очень высоки замброта я думаю рональдиню скоро заменит карла анчелочи можем это предположить вообще было под сомнением участие бразильцы в этой встрече потому что он долго не тренировался после миланского дерби находил восстановительные процедуры из-за травмы которые получил в этом матче решил выпустить его именно сейчас опасно инзаги паузу какой взял дождался пока вратарь из ворот выйдет что виза сделал обвив мяч рухнул на газон может были пожадничал инзаги сам хотел забить бразини рональдинью постоянно когда он с мячом ждешь от него чудо сейчас передача отменная фламинии виза прямо перед собой мяч отбивает снова фламинии ах как играет сегодня француз браво пирло аккуратная передача как и все что делает пирло проиграл потому что есть как борьбу ушел от него очень легко фриц кто дальше загнался непростую ситуацию защитник тем не менее отпасовал партнеру и сейчас уже с мячом 11 номер эзил перевел его на другой участок поля вердор в позиционном нападении очень долго команда держит мяч попытка падать с одного фланга с другого успехом не увенчалась рональдинью занимается сегодня тем что выигрывает подборы бразилец продолжает его держать почему-то на поле анчелоте не меняя и передача на инзаги пытается убежать от мертезакера режет угол удар стойка айда инзаги каков игрок забей сейчас и все и вопрос о победите это пара был бы снят окончательно и увидел дрос на опережение сыграл и тут же ошибся отдавая передачу штрафной можно играть показывает рефери смотрел даниэль бонера на своего соперника диего на ваших экранах в любом случае пенальти бы не было штрафной с того повтора непонятно и поэтому сейчас дал штрафной в другую сторону благо что не настолько это казалось рисковым и вновь уголь мейда и вновь разбегается под свою левую рабочую ногу метров 30 наверно до ворот будет бить и опять неплохо и сейчас неудачно играет дидо потом исправляет свою оплошность голкибер и помогает ему партнеры опасно на мягкое поле и поэтому после удара на лда мяч с рикошелив а газон летел все-таки потеряв скорость а билт и классно зашли какая комбинация две передачи и каждый раз какое мастерство и потом и сложнейшей ситуации так мяч инцаги направил ворот просто восхититель в том что касается забитых мячей по публике я думаю нравится вот сейчас может быть диего один один фирменный фирменный жест диего отмечающего забитый гол думаю на него здесь на вазерштаде не в обиде даже если поломал на эти угловые флажки добился своего и забил вердер все-таки после фланговой атаки там и шаф 21 удар вердера стал результативным тома шах может надеяться что-то изменить в этом матче матче который милан проводит далеко не оптимальным составом но неважно для шафа это милан равно как для каждого из нас посмотрите атака начинающая с глубины поля может быть и было небольшое положение вне игры у писаро не сигнализировал подключение дега оказалось просто сюрпризом круче не бывает для центральных защитников один из которых сандерос проиграл борьбу гальмейды ну и видим что сандерос который пришел в арсеналы которые там начинал раскрываться и казался сверху спутину защитником сандерос сегодняшний конечно же это разные игроки главный фаворит этого евро кубка на выезде в германии играет ничего один еще один один с вердером ох это рикошет от стенки никто не добивает мог вердеры победу вырвать сейчас в этом эпизоде клаудио писаро еще раз какая передача как мяч летит и от своего попадают штанга была штанга помните у вердера когда попал в стойковорот саги и сейчас глава панеры все-таки не стала причиной автогола от двадцать пятого номера полетел мяч стойковорот а нет прошу прощения фавале показалось сначала что двадцать пятый нет девятнадцатый диего лучший игрок матча вне всяких сомнений амбразини вот так вот слева размашистая это не попадя лишь бы подальше из-за штрафной площадки гарник еще один штрафной достигает матч своей кульминации и посмотреть как гарник были сейчас из-под замброты очень уверенно заставил того свалить томас шаф понятно какая мысль про этого голове вот а вдруг а если виза вряд ли побежит все таки 1 1 счет тоже подсчетные определенные шансы оставляющие на выход в одну восьмую главное подать как следует а там ростных ребят хватает разберутся подача ах переходит мяч от ноги своего же игрока циолиса потерявшего равновесие а еще одна карточка фавале ее получает и на этом видимо можно подводить черту под этим матчем первым матчем 1 16 финала кубку уфа между вердером и миланом удивительное евро мы с вами посмотрели 22 ударов вердера по воротам милана 7 ударов у миланцев и 1 1 на табло но тут не что инзаги отличился на 36 минуте диего сравнял счет на 84 такая важная действительно боевая ничья и видим как меняются футболисты формы на память об этой игре а а а а